Уже не первый месяц политики откладывают кадровые вопросы, а это обновление Центра избиркома и счетной палаты. Перестановки в правительстве и выборы нового омбудсмена. Даже парламентские комитеты обещали переделить. И только представьте себе, что может начаться в парламентском зале, если депутаты начнут торговаться еще и по кадрам. Тогда уж точно руки не дойдут до голосования, например, по приватизации. А ведь процесс продажи госпредприятий в нашей стране фактически заблокирован уже несколько лет. Тысячи объектов. От заводов и шахт до конюшен и ресторанов. Формально показывают убытки, но на самом-то деле они хорошо подкармливают чиновников. И как раз Верховная Рада должна наконец-то поставить точку в истории подобной коррупции. Сможет ли? Продолжить тему Инна Томина. Шахты и отели, культурные объекты, заводы и предприятия. Все это на балансе государства. Но далеко не все приносит стране прибыль. А иногда даже наоборот. Но то, что убыточна для государства, зачастую весьма прибыльна для коррупционеров. На сегодняшний момент те предприятия, которые есть, а их осталось официально более 3,5 тысячи, это все равно половина из них это фактически предприятия, которые стоят, на которых есть какие-то активы. И которые еще можно даже украсть. Поэтому даже иногда за закрытые предприятия идет невероятная борьба чуть ли не со стрельбой. Это заводы госкомпании «Укрспирт». Из бюджета на них каждый год выделяют миллионы. Но дохода страна от такой, казалось бы, выгодной монополии не получает. Предприятия считаются убыточными. И подобная ситуация более чем в половине госкомпаний. Каждый год прекращает свою деятельность близко 200 государственных предприятий, которые банкротуют. Каждый год платники податков дотуют те, что остаются на десятки миллиардов гривен, покрывающие их сбытки. Эти суммы, которые сравнены и с військовым бюджетом, которые сравнены и с бюджетом на освету. В правительстве объясняют, министерства не должны управлять предприятиями. Но пока масштабная государственная распродажа так и не началась. Хотя в бюджет страны оптимистично вносят солидные доходы от приватизации. В проекте сметы на следующий год вписали аж 22 миллиарда гривен. Однако, как показывает практика, доходы от продаж почти нулевые. За последние три года только 50 объектов ушли в частные руки. Госпредприятия у нас являлись все годы независимости источником обогащения либо самого менеджмента предприятия, либо чиновников, которые назначали этих менеджеров. И политиков, которые потом ставили этих чиновников на свои посты, чтобы эти потом ставили менеджеров. Но в этом году Каббин обещает качественно новый подход. Вместо многих групп приватизации только две. Великые предприятия и малые предприятия. Великые предприятия должны продаться через инвестиционных руководителей. Малые предприятия должны продаться по спрощенной процедуре через электронные опционы, прозоропродажи, как уже продаются активы фонда гарантирования вкладов, великих мест, великих держпредприятий. Оценщиков к процессу приватизации привлекать не будут. Стоимость объектов определяет рынок. Также законопроект предусматривает возможность использования норм так называемого английского права. Надо передать активы тем, кто ими лучше управляет. И лучше всего это выяснить в аукционе, кто готов больше заплатить. Но для того, чтобы в аукционе нам заплатили настоящую цену, то, что называется price discovery, нам необходимо, чтобы была конкуренция. До 2020 года по плану Кабмина четверть госпредприятий должны быть приватизированы. Противники законопроекта опасаются, что после приватизации страна останется вообще без госсобственности. А то, что продадут, уйдет в нужные руки. 100-200 предприятий, наиболее важных стратегических, которые, опять же, к силу наших обстоятельств мы можем приватизировать. Какие? Ну, например, это предприятия магистральной газопроводы, это магистральные энергопроводы, ядерные станции. Также приватизации не подлежат недра, полезные ископаемые и акватории морских портов. А вот что выставят на продажу, смогут купить иностранные инвесторы, кроме граждан России. Инна Томина, Богдан Савруцкий. Подробности недели. Телеканал Интер.